Привет, друзья! Снова канал Heavy Metal Gym. Сегодня мы в зале Power Strength. И я вам расскажу о связи ширины хвата и ширины спины. На самом деле большинство людей, тренируясь в залах, думают, что чем шире берем хват, тем можно как-то увеличить ширину широчайших. На самом деле это чушь. Широчайшая – это одна большая мышца. Увеличить ее или как-то изменить размер мы можем именно увеличением мышечной массы, только увеличением мышечной массы. Широчайшую мышцу нельзя опустить ниже того предела, который задан вам генетически. Иначе бы многие бодибилдеры делали это. А вы видите, что у многих качков спины, именно широчайшие мышцы, высокие. Что нужно знать? Еще великий Дориан Яц говорил об этом, что особенно в тягах горизонтальных, в тягах штанги в наклоне, всегда нужно использовать хват по уши. Почему? Потому что в такой позиции, когда вы работаете с хватом, который уже плеч, широчайшие мышцы ваши всегда могут показать максимальную силу. То есть вы можете приложить максимальную силу, тем самым поднимая большие веса. А чем больше вес на 8-12 повторений, тем, естественно, больше отдача, больше ваша спина, мощнее ваша спина. Детализация и рельеф, кто бы что вам не говорил, это вопросы питания. Если у вас нет спины, если вы дрыщ, то бесполезно делать какую-либо детализацию. Не будет ни массы, ни силы, ни той самой детализации. Если вы хотите выглядеть сухо, то нужно соответствующе питаться. Тренироваться на рельеф нет смысла. Тренироваться нужно всегда одинаково, пытаться выжимать максимально возможные для себя веса на 8-12 повторений. А вот питанием мы регулируем процесс. Либо мы набираем, либо мы худеем, либо мы сушимся. То же самое, что касается горизонтальных тяг, касается и тяг, и подтягиваний вертикальных. Смотрите, большинство берется очень широко, когда хочет прокачать свои широчайшие. В этом нет никакого смысла. Нужно браться хватом чуть шире плечи. Во-первых, мы не сокращаем амплитуду. Чем шире руки, тем короче амплитуда и под меньшей нагрузкой будет находиться ваша мышца в момент работы. Опускаем. Необходимо работать в максимально удобной амплитуде. Сильно широкая амплитуда сокращает, уменьшая воздействие от упражнения. Также нужно работать узким хватом, когда мы делаем тягу вертикальную обратным хватом. Это лучшее упражнение. И по сути, это упражнение более эффективное, чем обычная тяга вертикального блока. Почему? Потому что вы можете использовать больший вес. А для широчайшей мышцы, в принципе, не так важно, каким хватом вы держитесь. Пронированным хватом, наоборот, эта широчайшая мышца может приложить большую силу, поднимать большие веса. Следите за этим. И помните, что без лямок, кистевых ремней прокачать широчайшие вам не получится. Пальцы и кисти устанут быстрее. Многие задают мне вопрос, что я говорю, нельзя тренироваться в поясах, ходить в поясах. Ну а сам хожу в поясе. Ребята, я вам это не раз говорю, следите. Мой пояс матерчатый, он не держит, не закрепляет мышцы, не снимает нагрузки с мышц кора. Этот пояс больше для профилактики держит мне тепло в пояснице. Поэтому думайте всегда головой, внимательно читайте мои статьи, смотрите видео. У кого возникают вопросы, пишите в комментарии, я на все обязательно отвечаю. Всем пока, увидимся в тренажерном зале. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока.